привет всем моим подписчикам а также тем кто просто зашел на мой канал зовут меня александр и сегодня хочу сделать небольшое короткое видео на тему ремонт машины а точнее речь пойдет вот такой вот детальки по-немецки называется это магнит-вентиль блок на русский перевести блок магнитных клапанов блок соленоидов как то так я точно не помню назначение этой детали скажу вам так что от этой детальки напрямую зависит функциональность вашей турбины то есть как показывает практика эта деталь довольно часто выходит из строя и в турбине возникают так называемые передувы но сначала наверное немножко истории наверно никому не секрет что в данное время очень большую популярность набирают автомобили с дизельными двигателями все автолюбители любят дизеля за их экономичность за их тракторную тягу и за их паровозный крутящий момент скажем так думаю дизелисты меня поймут о чем я говорю конечно же как и все современные двигатели дизеля также имеют свои недостатки но и один из главных недостатков одна из главных головных болей так скажем так это конечно же турбина и все что с ней связано собственно как и форсунки и топливный насос но это отдельная тема наверное у многих дизелистов со старым скажем так возникала такая проблема когда в очередной обычный день вы выезжаете на своей машине жмете на газ а ваша машина не хочет ускоряться или ускоряется очень медленно может ускоряться с рывками с непонятным шипением каким-то вы конечно же как хороший автолюбитель поедете сразу в сервис читывать ошибки что там случилось и после того как вам мастер считает ваши ошибки скорее всего у вас будет такая ошибка как избыточное давление надува или попросту передув конечно если вы поехали в официальный сервис к официальному дилеру дилер вам скажет что вам нужно менять турбину сколько это стоит я думаю знают все но если вы поехали к сервис в простой какой-нибудь скажем так дяди вася какому-нибудь да выражи он вам предложит просто почистить турбину но все же снять и поставить турбину например на моей машине довольно сложно и речь идет о машине volkswagen golf и двигателем 2.0 дизель 103 киловатта и 140 лошадиных сил но и вас наверно возникнет вопрос почему же возникает этот передув почему двигатель становится в аварийный режим и не едет итак почему же не едет ваша машина постараюсь вам объяснить на простых словах скажем так из-за того что вашей турбине загрязнена геометрия и допустим она всегда дует с максимальным кпд то есть максимальным количеством воздуха и чтобы ваш двигатель попросту не развалился на болтики и винтики с гаечками то блок управления двигателем какой-то момент прекращает подачу топлива в цилиндр и поэтому ваша машина не едет официальный дилер конечно же скажет менять турбину как я уже вам говорил но ребят не спешите с этим поменять турбину вы всегда успеете есть скажем так более легкий вариант и конечно же если ваша геометрия не закисла как проверить геометрию сделать это довольно просто значит скорее всего знаете как выглядит турбина такая улитка да и там как на русский перевести крыльчатка короче и на турбине как правило всегда стоит вакуумный клапан с тягой тяга это управляет положением крыльчатки значит если вы можете добраться до своей турбины и подергать эту тягу если она ходит в пределах 10-15 миллиметров значит вашей геометрии все в порядке она не закисла и собственно существует вторая причина почему же ваша турбина не функционирует и получается так называемый передув если с геометрией все в порядке собственно об этом я и делаю видео и как его рассказал виновник всему чаще всего это вот этот такой вот блочок я уже показывал его то есть по-немецки называется магнит вентиль блок или блок магнитных клапанов и сегодня я покажу вам как заменить этот блочок ничего сложного в этом нету сейчас вам все немножко покажу и так собственно приехала на парковку что нам понадобится и ну перчатки кто как я конечно не люблю работать в перчатках я люблю все голыми руками делаешь чувствовать и инструмент так много инструмента не надо я просто не знаю какие ключи мне понадобятся поэтому я взял много собственно сам блок вот у нас старый блок этот тоже блок не новый купил я его поддержанный и продавец меня уверял что блок функционирует если что он вернет мне деньги назад а также опрутит пересылку то есть по сути ничего не теряю поэтому могу проверить и так что мы делаем сначала конечно можно разбирать по разному как вы будете делать это на ваше усмотрение но я например начну вот отсюда сниму вот эти вот металлические защелки такая простая отверточку у меня часовая и подбить можно вот так вытащить их одна снизу 1 сверху и потом просто вот так вот отделяете трубки эти все вот отсюда они длились видно на другом блоке что мы делаем дальше дальше вот тут вот есть такой разъемчик проводов вот на новом блоке видно что здесь будет разъем аккуратненько отверточкой поддеваем этот разъемчик потому что пластмасса сейчас хрупкая не секрет что моторном отсеке довольно большая температура и пластмасса имеет свойство рассыхаться поэтому довольно аккуратно делайте я буду делать опять же с часовой отверткой маленькая такая часовая отверточка ей буду поддевать и аккуратно снимать и так после того как вы успешно сняли разъем или отломали его просто далее откручиваем еще один винтик вот этот вот винтик торкс торкс у нас на 30 видно не видно будет этот и 30 откручиваем этот винтик после того как вы открутили винтик ставим его сюда например сюда поводу чтобы никуда не упал собственно все вот у нас был готовым нужно высунуть вот у нас старый блочок не ставим на место новый будем надеяться что он будет работать также в обратной последовательности ставим его назад прикручиваем этот винтик до одеваем клемму и одеваем вот этот вот как это по-русски вам сказать разъем с шлангами и закрепляем вот этими вот пластинкой как то так вот за несколько минут можно поменять блок магнитных клапанов еще раз повторюсь если ваша геометрия не закисла все функционирует нормально то при замене вот этого блочка черного с вашей машиной должно быть все в порядке она должна будет поехать нормально передувы пропадут надеюсь что у меня это тоже пропадет если мы видео вам понравилось ставьте лайк если она не понравилось ставьте dislike пишите в комментариях в чем я был не прав что я сделал не так так же может кто-то не рассказал поправляйте меня все в голове держать нельзя как говорится что-то забываешь как всегда я желаю всем удачи не гвоздя вам не жезла как говорится удачи с машиной чтоб ваша турбина служила долго всем пока